Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и банда сейчас на часах 3 часа ночи. И в это время мне пришло очень странное сообщение. Ранее я никогда не получал таких смс. С незнакомого номера кто-то мне написал отстань от Насти. Я без понятия, кто это, но в последнее время Настя очень странно себя ведёт. Она как будто что-то не договаривает, а когда ей приходит сообщение на телефон, она забирает его и прятится в другой комнате. Как будто постоянно что-то скрывает от меня. И пока Настя спит, у меня есть возможность узнать, что же происходит. Я думаю, что нужно ответить на эти сообщения и всё-таки узнать. Для начала я хочу узнать, кто это, поэтому и спрошу у него. Окей, я отправляю это сообщение, надеюсь, что мне ответят. О, чёрт, посмотрите на это, банда, что за бред? Здесь просто выскочила ошибка, сообщение не отправлено, что это значит? Я же практически только что получил от него смс, почему я не могу отправить свою? Давайте ещё попробуем. Я отправляю сообщение, кто ты такой, оно также не доставлено, вы видите, это банда, что за жесть? Почему я не могу ему отписывать и посмотреть, от него пришло смс, как это? Он написал, ты должен бросить её, она моя, что за бред, банда, что происходит, я не понимаю. Я не понимаю, что он имеет в виду, этот человек просто какой-то ненормальный. Тем не менее, я не могу отправить ему сообщение, поэтому я хочу попробовать ему позвонить, возможно, он возьмёт трубку. Я звоню на этот номер телефона, надеюсь, что он возьмёт трубку. Господи, как же я переживаю, пока что он всё ещё не отвечает. Я всё на берегу. И Настя! И сегодня у нас годовщина, мы в одном одном месте. И мы любим друг друга. Что это за бред, банда? Там голос Насти и какого-то Егора. Что это значит, я не понимаю. Но я думаю, что время уже пришло будить Настю и узнать, что же происходит, потому что я реально не понимаю, что это. Что это за Егор и почему там был голос Насти? Настя, вставай, просыпайся. Вставай, мне нужны объяснения, проснись. Ты слышишь? Послушай, что это? Почему здесь твой голос? Встречи за ночью, Серёж. Слушай, здесь почему-то был твой голос, послушай это. Ты всё поймёшь, когда услышишь. Что там? Привет, все на берегу. Не знаю. О, Господи, Серёж, откуда это у тебя? Я не знаю, он мне написал, я ему ответил. Зачем ты ответил, Серёж? Он написал мне странные сообщения, чтобы я оставил тебя в покое. Но всё равно ты не должен был ему отвечать. Кто это такой, Настя? Рассказывай, почему он мне пишет и что ему от тебя надо. Серёж, я не хочу ничего рассказывать. Рассказывай, что всё это значит, Настя. Мы должны всё знать, почему ты что-то от меня скрываешь, что происходит? Зачем ты ему ответил? Он написал мне первые сообщения, да ещё и такое, я должен был ему ответить. Я не хотела рассказывать тебе эту историю. Я должен знать, рассказывай. Это очень секретно, ты не должен был об этом узнать. В смысле, как это? Рассказывай теперь точно, ты уже попалась. Что происходит, Настя, рассказывай, кто это? Кто это? Говори, у тебя какие-то тайны от меня. Нет, у меня нет тайн. Тогда кто это такой? Рассказывай, что происходит? Я так не хотела тебе это рассказывать. Настя, говори, кто это? Это мой мёртвый парень. Что в смысле? Мы же с тобой уже очень долго вместе, когда? Да, это было до тебя, я встречалась с парнем. Что всё это значит, Настя? Ты скрывала от меня своего мёртвого парня? Нет, я не скрывала от тебя, я просто не хотела тебе рассказывать. В смысле, почему это? Я сама не понимаю, что происходит. А чёрт, я просто в шоке, рассказывай, что случилось, я должен всё знать прямо сейчас. Его зовут Егор, мы познакомились ещё в школе, мы встречались два года, и уже тогда у нас были серьёзные планы, но одним утром он просто не проснулся. В смысле не проснулся? Он умер. О, чёрт, это ужасно и очень печально, Настя. Когда его похоронили, я всё время видела за собой какой-то чёрный силуэт. Мне было очень страшно, этот силуэт напоминал мне Егора. Куда бы я ни пошла, я всё время его видела, даже когда я в комнате одна, я чувствовала чьё-то присутствие. Это ужасно, Настя, я не понимаю, почему ты мне об этом раньше не рассказывала. На девятый день после похорон мне пришло сообщение в инстаграм страницы Егора. Там было написано, я скучаю, я очень испугалась и написала его маме. Это вы написали мне в инстаграм со страницы Егора, на что она ответила, что такое инстаграм, и как туда войти? Я поняла, что это точно не она, и она меня любит, она бы так не поступила. Ночью я легла спать, и я опять видела тот силуэт в окне. Нет, через пару минут он просто растворился, а на утро я подошла к окну, и там была фотография наша с Егором. Что, фотография? Она всё ещё у тебя есть? Да, я храню её. О, чёрт, ты хранишь её спустя сколько лет, это жесть, Настя. Да, она сейчас со мной. В смысле, она в моём доме? Ты хранишь это фото в моём доме? Да, она напоминает мне про те времена. О, чёрт, это ужасно, ты должна её показать прямо сейчас. Нет, Серёж, я не хочу её показывать. Показывай, у тебя и так много тайн было, рассказывай всё и показывай эту фотографию. Ты уверен, что хочешь её видеть? Да, давай, сейчас же показывай. Чёрт. О, чёрт, я в шоке, Настя. Показывай её быстрее, я должен всё знать, у тебя и так много тайн от меня. Я не уверена, что готова тебе её показать. Быстрее, Настя. О, чёрт, она прямо здесь, я в шоке, ты реально хранишь её у меня дома, это жесть, Настя. Показывай её быстрее. Я не знаю, показывать тебе или нет. Давай показывай, уже нет смысла прятаться, я должен всё знать. Это Егор. О, чёрт, это просто жесть, Настя. Это реально он? Да, вот эти часы я подарила ему на день рождения, вот они. О, господи, очень похоже, это жесть, выглядят очень дорого. Я в шоке, Настя, это жесть, твоя история очень печальная. Я боялась тебе рассказывать, что ты как-то не так отреагируешь. О, чёрт, но всё же нормально, это просто жесть. Но это ещё не всё. Три года назад мне написали с незнакомого номера, я скучаю. Я не понимала, кто это и просто не отвечала. Но через пару секунд мне написали, уже забыла меня тыковка. Так меня называл только Егор, потому что мы вместе вырезали тыквы на Хэллоуин. Я не могла поверить, что это мог быть он, ведь он умер. Я подумала, что с меня издеваются друзья и знакомые. Я написала, перестаньте это делать, это не смешно. И они перестали, но наутро, когда я проснулась, у меня на телефоне было пропущено 21 звонок с разных номеров. О, чёрт, это жесть. Да, мне было очень страшно. И сейчас это повторилось. Но сейчас я записала этот звонок. О, чёрт, показываю быстрее. Это тот же номер, что писал тебе сегодня. О, чёрт, это шутка. Настя, я скучаю за тобой. Это жесть, Настя. Я люблю тебя. О, чёрт, он реально говорит, что всё ещё любит тебя. Это жесть. Ты должна быть со мной. Это просто ужас, Настя, я в шоке. Это реально жуткий вызов, просто жесть. Ты должна с этим покончить, ты должна всё-таки с ним поговорить. Звони ему сейчас же по видеозвонку. Нет, Серёж, я не могу. У тебя нету выбора, иначе он будет тебя преследовать до конца твоей жизни. Ты должна это сделать. Мне очень страшно. Я тоже очень боюсь, тем не менее, я уверен, что он сто процентов возьмёт трубку от тебя, потому что захочет с тобой поговорить. Да. Это жесть, банда, посмотри. Егор, это ты? Это что, мир мёртвых или что? Посмотри. Это же фотография. Такая же, как и у тебя. Просто посмотрите, банда, точная копия. Я в шоке. Я люблю тебя. Егор, перестань, мне очень страшно. Как же он крипово гладит твоё лицо, это такая жесть, банда, что это за лаки? Это же медведь, который я ему дарила. Откуда он у него в мире мёртвых? Как он его туда вообще собрал? И как он всё это хранит? Я без понятия, это просто жесть, банда, что вообще происходит? Снова лаки. Это же верёвочка, которой я завязывала волосы. О, чёрт, он её украл, у тебя это жесть. О, чёрт. Я люблю тебя. Егор, хватит, мне очень страшно, ты меня очень пугаешь. О, чёрт, это жесть. Ты обещала быть только со мной. Но как я могу быть с тобой, если ты умер? Ты же ещё любишь меня. Нет, я тебя не люблю, у меня уже новый парень. Перестань всё это делать. О, чёрт, он сумасшедший. Ты должна быть со мной. О, чёрт. Нет, я не буду с тобой. Я люблю тебя. Егор, пожалуйста, хватит, я тебя забыла. И у меня уже новые отношения. А ты звонишь и пишешь мне. Пожалуйста, перестань, отпусти меня. Хватит всё это делать. Мне очень больно от этого. Я должен убить твоего одного парня. Что? Нет, Егор, не вздумай, пожалуйста, не нужно. Оставь нас в покое, ты ужасный. Да. Это жесть. Я убью его, и ты снова будешь поедать. О, господи. О, чёрт, банда. Серёж, что случилось? О, господи, что здесь? Что здесь торопины? Это жесть, он сумасшедший. Это твой Егор всё наделал. Ты должна его остановить быстрее. Это просто жесть, банда. Вы видите, что происходит? Я в шоке, он сумасшедший. Его надо остановить, пока не поздно. Тем не менее, вот комменты из-под прошлого видео. Просто вглиц, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь не веду, что это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик, и всё, бро, ты уже новое видео. Лайк, колокольчик, комменты, ты мне новое видео, бандиты. Помни одно, оставайся шикарным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok